Вот я вчера, они у меня ушли в разные стороны. Одни в одну сторону, другие в другую сторону. Пока я одних выпускала, другие свалили. Пока я этих догоняла, эти свалили. Я, в общем, я вчера набегала. И такой сельский фитнес летом каждый день. Софья шутит. Ее городские подруги могут только позавидовать. Ведь еще недавно она и сама не представляла себя в таком статусе. До того, как завести кос, работала в филармонии, играла на виланчеле. Сейчас в расписании дня уже не концерты и репетиции, а совсем другие заботы. Я ничего не делала по дому, потому что как же так у Сонечки больные ручки. Я как только начинаю в воде возиться, у меня сразу пальцы трескаются. Ну а что, виланчелисту, потрескавшиеся пальцы. Это все. Поэтому меня всегда берегли, как нежный цветок. Я не делала дома ничего. Но переехала в деревню. Еще дорогая проблема. Тут руки немножко устают по-другому. Доит своих красавиц Софья всегда в одно время. Рано утром и поздно вечером. А вот объем работы растет. Сначала кос было пять, сейчас тридцать пять. И молоко пьет уже не только семья, но и десятки покупателей из города. Так пошло, что начала возить молоко. И тут опять-таки двигатель всего прогресса. Муж говорит, Соня говорит, ну только на молоке не выйдешь. Творог, говорит, делай. Творог, сметану. Поехали, купили сепаратор. Со временем под молочное производство пришлось выделить и отдельную кухню. Сейчас в холодильнике всегда есть и сыр, и свежий творог. Софья все готовит сама, без помощников. Точнее, они у нее есть. Но пока умеет только дегустировать. Недавно маленькие Катя и Кирилл болели за маму в конкурсе «Мама-предприниматель». Его проводили в Саратове в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Почти неделю Софья принимала участие в семинарах и тренингах. Я увидела конкурс «Мама-предприниматель». Я сказала так, я хочу. И первые мысли, я скажу честно, с 10 утра до 6 вечера. И как же будет мое хозяйство? На участие в проекте хозяйству пошло только на пользу. В финале Софья презентовала свою собственную бизнес-идею и стала победителем. 100 тысяч рублей, это был главный приз конкурса, она решила потратить на современный доильный аппарат. В планах также увеличить поголовье и в будущем создать большую семейную ферму. Вместе с ней из города на хутор Бартоломеевский уже перебрались родители и бабушка. Жанна Марченко, Олег Буланов, Саратов, 24.